в общем бобрики приступаю к разборам такая вот книжка я ее взяла потому что мне показалось необычным такое рисование для детской книги но и когда сейчас я прочитала она в принципе оправдана потому что рассказ более такой взрослый я бы сказала вот мне понравилась эта живая техника и поэтому я решила посмотреть эту книжку мне очень нравится такое рисование вот собственно говоря эта история основана на реальных фактах на самом деле все так и было вот и сказать она очень простая но знаете я заплакала когда я ее читала в общем мальчик приходил навестить своего дедушку в дом престарелых вот и там все время сидел такой мужчина которого мальчик очень боялся он сидел ни с кем не разговаривал у него был очень такой страшный взгляд все время смотрел вдаль вот и ни на кого не обращал внимание но почему-то как-то здесь вот это такой реалистично какой-то техника очень схвачена но при этом вдруг такое возникает да и дедушкам объяснил мальчику не бойся он просто раньше был пастухом пас овец вот и тут вот в этом реализме вдруг возникает вот такой удар и вот теперь он очень скучает без своих овец и на самом деле он был очень не бойся в общем его дедушка объяснил ему мальчик сказал ой у меня же самая любимая моя игрушка это моя большая овца может быть я в следующий раз приведу сюда я очень люблю с ней спать вот рассказываю дедушке как он спит со своей игрушкой но при этом прикольно сделано так что как будто бы он между овцами вот в этом вот ну мальчик обещал принести свою игрушку и правда он его привел она папе даже пришлось вести его на машине потому что игрушка такая большая оказалась вот и все старички вышли посмотреть на него и сказали ты переезжаешь к нам жить почему-то мне сразу вспоминается это все престарелые дома и как обычно туда ходят с детьми да это всегда как-то грустно а дети как бы не совсем эту грусть разделяет да для них это все как-то мальчик сказал мне я бы с удовольствием здесь остался у вас такой большой сад тут можно играть и очень-очень вот этот вот старый человек удивился когда увидел вот эту овцу ой дедушка почему он так смотрит он в первый раз отвел взгляд да и в первый раз вообще за всю историю когда он был в этом доме он спросил что это такое а это олов это моя овца это моя игрушка и тут мужчина первый раз улыбнулся и погладил эту игрушку видите и мальчик мальчик видел это дедушка извините отсвечивает и в общем мальчик мальчика пришла очень одна идея в голову он побежал к директору и решил сначала он очень боялся но дедушка сказал нет иди сам с директором поговорили мальчик вот эту идею сказал директору в общем идея была в их дом престарелых привезти пару овец вот и попросили вот они мне кажется классно так вот они скачут и сразу же хеогрим это вот был как раз этот старый дедушка который был пастухом он побежал к овцам и ему сказали чтобы он о нем заботился и тогда он совершенно поменялся у нас того старика который все время смотрел вдаль превратился в очень разговорчивого дедушку и очень много рассказывал мальчику об этой профессии ну вообще это всем пошло на пользу эти овцы ну и в общем то вот написано в книжке и говорят что сейчас даже их используют в смысле они во многих есть домах престарелых это как терапия такая терапия мне кажется прикольно так все нарисовано эти бабушки так все живо очень такая живая иллюстрация такая но более реалистичная только немножечко отправляет какое-то старое время ну мне кажется в это тоже оправданно потому что это все таки как бы про их время да немножко мне кажется стилистически оправдана такое такой такой рисунок вот мальчик тоже помогал с овцами и он ему все рассказывал мальчик даже решил стать тоже пастухом когда вырастет дела видите старички вот такая история